Здравствуйте, с вами Олегыч, это канал Best Video Games. Сегодня мы поговорим про такую игру, как проект Armata. И будем говорить о танке Т-62. Это средний советский основной боевой танк, скороченого БТ. Он находится на третьем уровне поставщика Марата. Так, вот он поставщик Марат, тут советскую технику можно выкачивать на этой линейке, там где-то Т-62. Ну и много другой этой техники тоже есть. Так, что касаемо ОБТ, он обладает улучшенным бронированием, большим запасом прочности, также вооружен мощным крупнокалиберным орудием. Прочность танка 1139 единиц, благодаря дополнительному оборудованию, который увеличивает прочность корпуса на 7,5%. Что касаемо скорости, тут 50 километров в час. Ну так, ни много ни мало, в принципе, нормально, наверное, я так думаю. Обзор 440 метров, очень хороший обзорчик, кстати. Углы склонения орудия минус 6. Ну, насколько я помню, в World of Tank, по-моему, Т-62 имела минус 5. Это был ее большой недостаток, так как в Объекта 140 минус 6, и благодаря на 1 градус склонения орудия, то 140-ку очень многие брали, хотя там броня башни была просто непробиваема у 62-ки. Так что здесь углы склонения орудия более комфортные, минус 6 градусов. Скорость поворота башни 41 градус, хороший поворот, кстати, очень. Разброс 0,12, такая нормальная точность. Время сведения 2,6 секунды, чуть-чуть может быть и долговато, но в принципе терпимо. Урон минуту 2296 единиц. Время перезарядки 8 секунд, опять же, благодаря дополнительному оборудованию, которое на 6% перезарядку улучшает. Броня у танка есть. Лоб 102 миллиметра под хорошими наклонами. Если танком двигать или ставить небольшой ромб, можно отбивать снаряды. Ну, не всех, конечно, орудий, но большинства. Борт 79, в принципе, тоже более-менее защищен. И корма 46. Что здесь самое бронированное? Это, конечно же, башня. 242 во лбу пробить очень сложно. Потом бок башни 122. Тут, в принципе, очень хорошие наклоны самой башни и очень рикошетные, непробиваемо. Садняя часть башни 55 миллиметров. Также танк использует разные типы снарядов. Это бронебойный оперативный оперный подкалиберный снаряд, который имеет 237 пробития с очень хорошим уроном. 309 среднего. Урон довольно хороший у танка, получается, при выстреле. Также есть осколочно-фукасные снаряды для целей, которые вы не можете пробить. Можно использовать или менее бронированные. И, конечно же, кумулятивные снаряды, которые имеют 197 пробития, пониженные. Но урон 368 среднего. В принципе, здесь действительно можно пользоваться кумулятивными, потому что в Леопарде, например, нет смысла против менее бронированных целей использовать кумули или осколочно-фукасные, потому что там урон такой же, как и у бронебойных подкалиберных. Тут таки можно использовать. Я даже считаю, 380 лучше всего кумулятивный снаряд использовать для менее бронированных целей. Тут урон больше вылетает. Ну или, в принципе, здесь с таким пробоем можно и выцеливать слабые места и вражеских танков. Так что кумули здесь можно смело использовать в бою. Танк имеет четырех членов экипажа. Это командир, который имеет пять перков. Это механик-водитель. Два перка имеет наводчик. Два перка. И заряжающий тоже два перка. Так, давайте, наверное, поедем в бой. покатаемся. Кстати, танк довольно комфортный, потому что хоть какая-то броня есть. Леопардом, например, первым надо более осторожно играть, так как брони действительно там не хватает, ему его пробивают очень часто и там редко бывает непробитие. Все-таки 62-ка более будет защищенная машина по сравнению с Леопардом-1. Так, ага, вот бой загружается. Так, куда нас сейчас закинет, интересно? Мирный рубеж. Хорошо. Что тут против нас? Против нас тут опять же 50-50. Немного есть бронированной техники. Немного не бронированной. Сейчас будем уже по ситуации смотреть, что как и куда. Так, я буду ехать, наверное, вот в эту зону. Мне там комфортнее играть. Конечно, углов склонения орудия минус 6 может там не везде хватать, но, в принципе, терпимо, так как все равно какая-то броня есть. Можно хотя бы нижний бронелист будет прятать. Наловить какие-то не пробития. Я так надеюсь, конечно. Так, все, можно ехать. Какие-то дымы здесь. Что-то горел какой-то тут лесок, наверное, я так понял. Ого, кусок здания оторвало. И тут тоже красота. Так, с нами кто-то едет. 62-62. Так, хорошо. Две 62-ки, я считаю, это неплохо. К нам в помощь. Все-таки сможем там что-то натворить, я думаю. О! Светлячок появился. Сейчас его там быстро оприходует, мне кажется. Вряд ли он там долго поживет. Агрессивно пошел вперед. Зря, конечно, я думаю, это он сделал. Так, 62-ка там что-то помогает убивать этого малыша. Да. Что-то он там пулеметит, но то все досраки. Там пробоя не хватает. Все. Так, 62-ка с нами здесь есть. Ага, уже влупила. Сейчас мы ее будем наказывать. Оп, артиллерия уже работает. И еще разок. Сейчас еще один третий прилетит. И еще разок. Так, я думаю, можно агрессивно даже тут поиграть. Чуть-чуть. Хотя бы подсветить, что тут вообще творится. Привет. Малыш. Воу, 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 воу. Тихо там. Что ты? Пуяните мне тут. О, артиллерия. Но без нее прям, ну никак. Иди ты нахер. Так, я тогда, наверное, буду через тот угол играть. Потому что арта тут буреет. Полжизни уже высосали, блядь, с пальца. Лео, я не знаю, что ты тут будешь воевать. Но я сомневаюсь, что ты тут сможешь пробить этого. Ой, сейчас 159-ый выйдет. Ого, понеслась. Еще разок, да? Ах ты сука. Так, вон там сзади уже подкрадывается вражина. На тебе 330. Сейчас будем аккуратно играть. Жизней маловато, что-то, блядь. Ну, еще разок тебе. Ой, хорош, давай тремя снарядами записи эту, блядь. Ой, хорошо. Еще разок, ну. Так, иду-ка я его, наверное, зафигачу сколочно-фугасным. Потому что... Нету смысла другим стрелять. Ага, все, его убили, отлично. Так, теперь можно здесь атаковать. Так, что-то внизу надо помочь. Сейчас наши его там присыпают. Иди ты нахер, блядь. Сука, сраная арта, блядь. Так, я думаю, нам надо сдвигаться в центр сейчас. Ну-ка, я тебе подумаю, как бы это лучше сделать. Так, две арты сейчас там убьют, наверное, я думаю, да? Или не убьют. Мерены в окнах. Нет, скорпион должен убить их. Так, а нам надо что-то делать. Так, скорпион сейчас по верху пойдет. О, надо объекта выносить. Так, там все нормально. Видишь такой звук, как будто мне что-то повредили, блядь. Блядь, там убили уже. Так, 155-й там где-то бродит. Сейчас будем его находить. Ага, вот он где. Привет, малыш. Так, есть такое. Едем за этим драконом. Покажем ему сейчас кузьки, ну мать. Так, где он там? Иди ты в жопу, сука. А лоб ты мне хер пробьешь. Ага, фугасами какими-то. Пошел в задницу. Ну что ж, с вами был Олегович. Это канал Best India Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.